Привет, друзья! С вами я, Виталий. И сегодня я записываю видео по следам просмотра видеоролика одного из видеоблогеров. Я здесь включу сейчас этот смс, включу видео, которое я записал прямо со смартфона для вас. Привет, я Алексей Лукьянов. И сейчас я расскажу тебе о четырех мифах личностного роста, это вера в которые никогда не даст тебе стать успешным и достигнуть счастья в жизни. Итак, первый миф. Время – твой главный ресурс в жизни. Это абсолютная ложь. Время находится вне нашей власти. Мы никак не можем на него повлиять. Оно течет само по себе. Мы не знаем, сколько нам отпущено. Мы не можем остановить время, отмотать назад, накопить. Ничего не можем. Мы можем только использовать время или не использовать. Говорит о том, что время не является вашим самым главным ресурсом. Он говорит, ребята, время – это не ваша тема. Вы не можете на время влиять. Мне очень, конечно, это торгнуло меня. И я решил немножко на эту тему выговориться. Потому что этот парень, конечно, неправ. Абсолютно он темы не знает, о чем он говорит. А в чем здесь интерес? Что он не знает? Чего этот парень не знает? Он не знает того, что ваше время – это время вашей жизни, которая вам определена для вас, для жизни. И это время жизни – оно линейно. Так изобразим по линии. Из 1900 или 2000 года вы движетесь, вы предполагаете, что вы проживете, согласно статистике, допустим, 85 лет. Так оптимистично, да? И вот этот ресурс, как бы вы себе его держите где-то там в подсознании. И считаете, что этого ресурса у вас много. Особенно, когда вы молоды, да? Когда вам 20 лет. Вы думаете, что 20 лет – это и впереди еще. У меня там лет 20, 30, 40 лет. Я много могу чего успеть. В чем здесь проблема со временем? Почему оно главный ресурс в жизни? Ваших, когда вы стремитесь к какому-то цели, успеху там и так далее. И еще вам интересует. Смотрите, когда ваше линейное движение должно быть прямое, по прямому пути надо идти в жизни. Прямой путь. Тогда вы будете жить долго и счастливо, скажем так. Потому что ваше время распределяется согласно определенных законов. Вы эти законы знаете и видите их, да? Видите, как солнце встает, как ночь, день, все нормально, да? Вы измеряете календарные дни там и так далее. Эти законы существуют объективно. Но в то же время вы берете и с помощью субъективных рычагов влияния на собственное время жизни начинаете движение не прямо, не прямо вы движетесь. А как вы начинаете движение? Вы начинаете движение вот такое, скажем, движение, правильно? Вы пытаетесь найти какой-то успех и найти какое-то решение, и куда-то попасть, в какое-то пространство, в какую-то тему залезть, получить какое-то образование, какие-то ресурсы найти для того, чтобы достичь какой-то цели. А время-то определенное время. Вот оно время. Здесь оно, видите, вот сколько истратилось в этом, в этом, вот, вот время и сколько здесь истратилось. Это прямая линия, вот здесь она истратилась уже, наверное, вот здесь. Скажем, вот здесь. Понимаете? То есть, главный ресурс вашей, вашей-то время, вашей жизни. Вот, истратилось это время вот здесь, когда вы заблудили в пространстве. То есть, вам хочется в пространство попасть, в этом пространстве что-то заиметь, какую-то собственность, обычно говорим мы, да? Какие-то материальные блага в пространстве. И в этом пространстве вы меняете свое время жизни на какие-то блага. И ваше время укорачивается жизнь. Не такое, допустим, там, сто лет, да, вечность какую-то прожить. А вы проживаете там шестьдесят лет, да, вот здесь и приостанавливается ваше время. Потому что вы не попали куда. Какое есть такое слово, очень интересное. А предназначение такое слово, да? На бейшее предназначение, да? Не буду я тут каракулить, писать свою. Тема предназначения, хотел бы эту тему начать с этого ролика. Не знаю, как-то я попытаюсь ее проговорить. Ладно, друзья, пока время ваше, главный ресурс. Пожалуйста, это время цените. Время вашей жизни и тратьте его благоразумно.